Всем привет! С вами на телеканале Гродно Плюс. Программа «Разговоры по-мужски». И как всегда, здесь у меня в студии радио МФМ на волне 105.0. Почетные и узнаваемые люди нашего города. И встречайте на этот раз здесь у меня в студии заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь. Почетный гражданин города Гродно. Директор с 1989 по 2019 год акционерного общества «Гродненский мясокомбинат». Член Союза Республики 6-го созыва Анатолий Грешок. Анатолий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, вот знаете, вот этот список можно было бы еще продолжать, продолжать, продолжать. Я когда знакомился с вашей биографией, подумал, ну вот вам, не знаю, в пору где-то в Гарварде уже ученый с таким вот букетом научных чуть ли не степеней, там, докторских и так далее. Как вот в данный момент вы себя позиционируете, как вы себя ощущаете, имея столько всяких регалий? Ну, во-первых, спасибо за приглашение, я всегда рад общению. Мне, может быть, даже немного этого не хватает сейчас. Уже более двух лет я не возглавляю предприятие. Ну, это был обдуманный шаг, и я действительно сделал, я считаю, что сделал достаточно в жизни, что я мог в свои 63 года уйти отдыхать. Я же не совсем уже ничего не сижу, там сложил руки, я занимаю активную, как говорят, жизненную позицию. Я встречаюсь с друзьями, я езжу на рыбалку, занимаюсь спортом, занимаюсь с детьми, внуками. С свободного времени совершенно нет, поверьте. Я удивляюсь, как я успевал работая почти, то же самое делать. Но года, я вообще не понимаю, что это такое для меня. Я так же мыслями бодр и уверен в себе, как и 50 лет назад. Некоторые, вот знаете, думают, что вот все там, кто-то вообще даже, я не знаю, как это, 40 и 45, это для людей, вот для некоторых такой все, возраст, кризис среднего возраста там какой-то, а что же будет потом? Может, у вас есть какой-то такой вот, я не знаю, способ, как себя держать в тонусе? Ну, во-первых, меня так воспитывали с детства, не умевать. Но мне Бог дал возможность это длительное время руководить коллективом и нести на себе ответственность за принятые решения. И это отложило напечаток, отпечаток на мою жизнь, безусловно. Я не имею права ни в крупном, ни в малом отходить от таких вот обязанностей. И поэтому легко иду по жизни. Я, знаете, могу в городе любого среди человека, мне ни перед кем не стыдно, ни перед моим работником, ни перед теми людьми, которых я мог в жизни мне помочь. Это и спортсмены, и инвалиды. Ну, как я, наше предприятие. Потом мне, знаете, приятно, что я иногда захожу в какой-нибудь торговый центр, и меня благодарят за коробки. Это так неожиданно и приятно. Это просто фантастически здорово. То есть, наверное, звание почетного гражданного рода я получил не зря. Вот именно поэтому я считаю, очень приятно, что, я еще раз скажу, что я это сделал. Вот именно коробки. У меня на предприятии была такая фраза, которую знали все. Норма не должна быть подвигом. Но то, что ты пришел на работу и просто поработал, это не есть норма. А подвиг, ну, я считаю, как раз строительство коробчиц, это было подвиг. А то, что мы сделали на предприятии, это моя обязанность была. И развивать. И когда я пришел, делали 300 тонн колбасы, ушел 3000 в месяц. Ну, это нормально. Это так должно было быть. Вот если брать детство ваше, да и любого советского мальчишки, это войнушки, это игрушки, это улица, это земля, это вот ваши такие вот самые яркие впечатления. Вот что бы вот прямо сейчас бы взяли и сделали? Казаки, разбойники, не знаю. Ну, знаешь, мы очень увлекались друзьями природой. Мы переписывали с журналом «Юный натуралист». Я просто писан был на него. Да, да, мы приглашали, к нам приезжали журналисты. И мы там вместе ловили бабочек и ящери с ними. И вообще-то я мечтал поступать в Новосибирский институт природоведения, охотоведения. У меня это не случилось. Ну, это сложное тоже увлечение спортом. У меня был гандбол, и я пошел в институт народного хозяйства, потому что там была хорошая команда, я вам говорю. О гандбол. Да, да. Вы сейчас ярый поклонник этого вида спорта. Конечно, конечно. Поддерживаете. А вот, Анатолий Георгиевич, ваше время, когда вы поступили в Белорусский государственный институт народного хозяйства, как вы можете охарактеризовать? Это было больше сложное в студенческое время или все-таки жизнь студента, она такая? Сегодня сложно, завтра будет легко. Ну, я не все знаю, как сегодня. И не знаю, с чем что сравнивать. Наверное, не было компьютера. У нас была электронно-вучительная машина, которая занимала, ну, как минимум, пять этих комнат таких вот, огромные. И это было такая... Ну, это то, что вот у вас сегодня компьютер стоил. Это было продвинутым, что сейчас на сбок или смартфон. Да-да-да, это было... Но мы уже двигались в эту сторону. Но в то же время очень глубокое изучение темы, практика. Много практики было. Я не говорю, что готовили специалисты. Я и сейчас в упрек делаю образованию о том, что мало практики. И тогда тоже было. То есть, приходит практикант, он не очень-то нужен, к сожалению, на производстве. И вот отодвигают там где-то... Ты сиди, напишешь какой-то отчет. А вообще-то нужно так делать, чтобы на практику шел туда, где он придет работать. И тогда люди изучат максимально его на производственную практику. Это, что касается учебы. Но если еще говорить, наверное, то, что мы ездили в третий ряд в Томск, на Мангишлак, Казахстан. Там в Томск это было вообще за северный полярный круг. И это было, ну, общение, знать нашу Родину, узнавание. Это было фантастически здорово. И там деньги, пусть они были, но они вторичные. Никто там не голодал и так далее. Но это было очень здорово. А никогда не хотелось в ваше время, когда вы поступали, выбирали профессию? Вообще, почему именно в этом направлении? Понятное дело, что родились вы в Переставицком районе. Природа, красота. Ну, я был очень склонен к математике. Я выступал на Олимпиадах за школу. Вот и первое посещение Гродно это было на Олимпиаду. Но, как вам сказать, почему я поступил? То есть, когда выбирал, перед мной лежал каталог университетов, институтов, Нархоз, в том числе, что много обстоятельств. Одна из них, я не знал физику. Просто плохой был преподаватель. Я вам говорю, ну, как есть. Поэтому я выбрал Нархоз по сложившимся ситуациям, зная и понимая, что народное хозяйство – это цифры экономисты и так далее. И я как-то чувствовал, что перспективы экономисты будут очень востребованы. И когда я распределялся, я пришел в министерство, тогда было мясной и молочной промышленности. Парень с такими оценками отдел кадров, хотя я был распределен в Ашмяне, начальник отдела кадров, министерство говорит, Анатолий, выбирай. Витебск, Брест, Гродно. Я выбрал сразу Гродно. То есть то, что отличники не мечтали, любой областной центр. Но я не то, что искористик какой-то. Просто я понимал, что это интересно. Но к инженерному делу у меня всегда были не совсем. Я на уроках труда там как-то табуретку собрал, она была очень кривая. И поэтому я туда не... Лучше цифры. Да, да, да. Поэтому я пределился. И тоже поступал, к примеру, на планированное народное хозяйство. Но как трехпроцентник спортсмен прошел и получился на бухучет промышленности. Бухгалтер. И через полгода, благодаря профессору Марченко, я полюбил эту специальность. Эту конкретность. Абсолютную конкретность. Пусть с девчонкой мне удобно было знакомиться, что ты бухгалтер. Да, да, да. В остальном это очень конкретная работа. Я, когда стал директором, я работал пять лет главным бухгалтером. Это мне очень помогло в жизни, в работе, вообще в ориентации, в экономике. Это было очень здорово. На ваш взгляд, какую профессиональную ориентацию лучше иметь, чтобы стать генеральным директором такого производства? Быть инженером в голове, бухгалтером или, я не знаю, как просто психологом? Ну, знание экономики и юридической необходимы однозначно. Видите, может быть, хороший главный инженер, при наличии хорошего главного инженера и хорошего технолога, этого будет достаточно. Этих двух, но в совершенстве... Сегодня экономика – приоритет. Собрал этих двух специалистов, давайте думать. Он предлагает, инженер, технолог предлагает, экономист считает. И выбираем что? То, что экономически целесообразно, бесспорно. Но директорами сразу не становится. Это нужно пройти этот путь, когда ты, если готовишься к этому, ты должен все знать. И экономику, и производство, и технологию, и инженерию. Все на свете. Хотя бы все думали, что ты знаешь лучше. Создать ситуацию так, чтобы все были бы уверены, что ты знаешь лучше, чем специалисты. Ну, 1989 год. Я не знаю. Мне кажется, для любого человека, если бы ему сказали, что ты с завтрашнего дня займешь вот такую должность, присутствуя на одной. Вот расскажите о том моменте, когда вы узнали об этом, что из должности главного бухгалтера вы станете в деревне. Не совсем так. Это мне было 34 года. Я уже два года до этого работал в объединении мясомолочной промышленности. Я на полтора года, почти на два, уходил с мясокомбината. Ну, по направлению. И также вернулся по выборам. Меня выбирали, кстати. Избрали. Да, да. Там 80 против 20. Там были еще конкуренты. Это было по-взрослому настоящие выборы. Вот. Но как я решил, меня пригласил... Вообще-то ЧП было на Гровинском мясскомолочной промышленности. Там большое ЧП было. Были большие проблемы. Там недостачи, трагедия была от человека. Ну, и поэтому тот директор был распространен, а я был зам генерального по мясной промышленности. И выходец Гродно. И, знаете, ну, все-таки тогда еще и сейчас, 34 года, такой большой коллектив. Меня просто вызвал, ну, тогда не генеральный Рындов Николай, частный, частный небесный, а Моисеев Николай Петрович, главный инженер на то время. Очень грамотный, рассудительный человек. Я говорю, Анатолий, сможешь? Я не замедляю, я сказал, смогу. Потому что я уже знал, я комбинат знал от и до. Я людей знал, жил в общежитии, я знал, знал хороший потенциал. Я сказал, ну, как я сказал, уж точно хуже не будет, чем есть. А амбиций моих достаточно, чтобы делать лучшее предприятие в стране. Что и было сделано. С 89 по 2019 год. Огромный период, да, такой временной пласт в 30 лет. Особенно учитывая конец 80-х, 90-х, развал Советского Союза. Вообще непонятно, что будет завтра и что. Как вы все это проворачивали, что предприятие оставалось на плаву? Да, да, да. И в то время, когда было 600% годовых кредит. А, кредит, да. И когда потом директора, вот я на Совете директоров, вот нам бы 15-20% в год мы горы перевернем. Пришло 20%, и немногие перевернули, к сожалению. Это тот случай, когда люди поговорили. Мы за все время не остановились ни на мгновение. Но может быть, потому что местная промышленность, как говорится, инфляция, инфляция, и кушать хочется всегда, и формирование цен было отличным. То есть не так сильно... Я говорю сегодня немножко регулирование цен, как бы спасение народа, и влияет на экономику иногда. Это нужно делать, но уж не так глубоко. И многие виды продукции, которые могли бы продаваться дороже, и они не являются социальными продуктами, но, тем не менее, под контролем, это лишнее. В то время было время и датировалось. Было время, когда продукция датировалась. Допустим, затраты 4 рубля в магазине 2,5, 1,5 рубля государство датировалось. Такой бюджет был поздно заполнен. Но вот именно моя экономическая грамотность помогла рывок сделать на предприятии. Я сразу же начал, ну все начал ремонтировать, все, все. Но тогда вот именно как-то совпало, что эта дотация была. То есть неважно, сколько я затратил на ремонты, я сразу ввел 200 строителей на предприятие. Вот найти было сложно, потому что все были распределены. Но моей коммуникабельности хватило, чтобы найти мои друзья, строители. И мы ввели все, делали крыши, потолки, канализации, все делали. Насколько это крайне необходимо было. Параллельно я строил программу на 5, 10 и на 20 лет. Что можно, как это возможно было. Мы поехали, мы на все выставки. Поле Агро, Германию, Виталию. И я ехал с командой. Это были заместители, главный технолог, главный инженер, производственники, главный механик. И мы вот таким автобусом, к примеру, едем в Польшу, на поле Агро, на Познань. Мы работаем, вечером садимся в бустик этот и всю ночь едем. Перед Познанью мы на заправке вреемся, моемся, одеваем галстуки. Белорусы достойно должны выглядеть. А гитара остается. Мы с гитарой, с песнями едем, гитара в этой самой, в машине. И вот мы ночь работаем. День все работаем, ночь одну ночуем, на завтра опять день работаем. Ночь едем домой, перед детством и все на работе. То есть вот так мы... Потому что нам было это очень интересно. Многое, то, что мы видели на первых выставках, для нас это было просто фантастическое познавание, шаг вперед там и по упаковке, и по измельчению продуктов, добавки, оболочки, все было незнакомое нам. А есть, если можно так говорить, какие... В Европу возьмем законодатели мясной моды, если ее так можно назвать. Ну, конечно. Понятное дело, баварские там колбасы, с салями. По большому счету, из испанции по салями, я тоже... У меня работали испанцы, у меня были французы по этому, по мясной разделке, просто мясной разделке говядины. Вот кажется просто, кость отделил, мясо отделил, все. Но что по сортам, немец нас, француз, учил, как это делать, когда сортность выросла на несколько процентов. А это, знаете, по году, это сотни миллионов. Ну, сотни миллионов точно по году, 2% сортности перевызть. И мне понравилось, когда в цеху зашел, мастера оставил, кладовщиков, все люди ушли на обед. Ну, говорю, я представил технолог из Франции. Он хорошо, он в свое время поляк, и на польском хорошо разговаривал. Говорит, ну, я говорю, вот он будет нас подскажет, как, чтобы... Ну, все взяли ручки, книжки писать. Не-не, говорит, ножи берите. Работать будете все, и начальники, и мастера, и кладовщики, все. Я вам покажу ножом, а тогда вы уже будете учить своих людей. Много шагов было сделано. Ну, знаете, со стороны, не будете... Вот вам, всем потребителям, кажется, что это очень просто. Вырастилось животное в хозяйстве, привез, и все. Поверьте, что безопасность продукта, качество, конкуренция высочайшая. Это... Ну, нужно все это вписаться в эту схему, чтобы было и комфортно. Ну, прежде всего, создание коллектива. Все надо начинать, это создавать коллектив, который... Который, ну, за тобой и в огонь, и в воду. И... А как это сделать? Нужно самому быть безукоризненным. Личным примером. Как в семье, как на работе, так на рыбалке. У нас буквально не так много времени остается до конца программы. Кстати, рыба или мясо? Вот, если вы говорите, любите рыбалку. Нет, кушать мясо. Кушать мясо. А может ли быть вегетариан директором мясокомбината? Как вы думаете? Ну, нет. Нет, не зачем. Хватает нормальных. Не в обиду вегетарианцам. Я смотрю все иногда программы эти, и я считаю, что белок нужен организму. Кушать нужно, поэтому замены достаточно. Это просто... Ну, не промолчу. На ваш взгляд, если, ну, скажем так, не для рекламы, да, отодвинем немножечко в стороночку Гродинский мясокомбинат, вообще белорусские мясокомбинаты. На ваш взгляд, самая вкусная колбаса в Европе, где... Не будем говорить производитель... Испанский хамон. Испанский хамон. Это вот на ваш взгляд. Да, да, да. На ваш взгляд, чего не хватает еще Гродинского мясокомбината? Для этого? Для такого, чтобы делать испанский хамон? Нет, хамон я Гродинский пробовал, мне очень понравился. Понимаете, у нас... Конечно, он хороший. Я не пробовал испанцы. Это наш белорусский вкус, белорусская традиция. Там же, но там отдельное вскармливание, отдельная порода животных. Вековые снули уже. Да, отдельная порода животных и так далее. Чего не хватает, может быть, сейчас в производстве? Нет, всего хватает. Для того, чтобы делать... Если сегодня они делают вот тот мой максимум, который я стремился, 3000 тонн, они это делают тут и в прошлый месяц. Все, это обеспечит безбедное существование, хорошее развитие. Еще и содержание колхозов, тех, которых у них есть. Это объемы, достаточные для развития предприятия. Нет, там все нормально. Нет, конечно, если бы сегодня строить на новой площадке комбинат, то, ну, конечно, должен быть по-другому, отдельно говядина. А вообще, цех убоя говядины должен стоять отдельно. Пусть это тоже. И тогда можно поставить страны Востока. Как в Израиле кошерное, так и халяльное в арабский мир. Это очень востребованный рынок. Там начинает египетская армия. У меня были, правда, и невысокие требования. То есть, не надо там желовать сильно ничего. Только отрезать кости, заморозил, пошел. Это и цены хорошие. Но это никто. Если наличие свинины, это исключено. Вот, ну, этого не хватает. Я уже говорил когда-то министру. В каждой области должен быть построен, если мы ориентированы на экспорт говядины, одно предприятие, государственное, частное, но должно быть построено отдельно, говяжье, чтобы свинина близко не было. Вот тогда... Буквально полминутки, Антон Георгиевич. Сейчас вы, ну, скажем так, помогаете нынешнему руководству мясокомбината? Даете какие-то советы? К вам обращаются за помощью? Понятное дело, что собираетесь там вспомнить былое, это одно. А вот именно за советом вам как руководитель? Ну, руководство, это прежде всего директор Иванов Олег Георгиевич, он работал у меня заместителем. Он вообще-то, его история, вы его пригласите отдельно, у него история, он был направлен в университет этого, Могилевского. Потом в 7 лет я его отправил в Могилевский, поработал молодечно. Я же его пригласил обратно. Два года у меня был заместителем, два года уже как генеральный директор. Но это очень правильная схема, потому что он поработал отдельно, он поработал на частном предприятии, у него мозги только на экономику. То есть, все нормально, там все нормально. Ну, и буквально пару слов о том, как помимо рыбалки, что еще любите, как отдыхаете? Ну, знаете, к сожалению, ну, к счастью или к сожалению, что очень много времени занимает это сельхозработа и по месту жительства. Дача-огород? Ну, я живу за городом, у меня дачи нет, но только это. У меня есть пчелы, да. Я выгуливаю собак, конечно, по огороду там что-то делают. Ну, нет, огород как таковый. Всякие растения, деревья, садимка, выкапываем, перекапываем. Ну, вот в таком плане правда занимает? Это мне интересно. Свободного времени нет. Ну, абсолютно, абсолютно. Чтобы так вот сел и сказал наконец-то. Я, ну, у меня так направлено, что я уже заранее планирую, и чтобы оно не было свободным. Наверное, так и правильно. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо. Друзья, напомню, что в гостях у программы «Разговоры по-мужски» был заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, почетный гражданин города Гродно, директор с 1989 по 2019 год акционерного общества «Гродненский мясокомбинат», член Союза Республики, шестого созыва Анатолий Гришов. Огромное вам спасибо. Всем нам здоровья. И чтобы времени на все и всегда хватало. Спасибо. Приглашайте, найдем тему «Разговоры». «Разговоры». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова